Доброго дня! Доброго дня! Пляжный сезон! Да, мы видим, ощущаем. Спасибо, дорогая! Ну, а Алина сегодня тоже совершила некое открытие. Во-первых, она завершила свое профобразование очередное. Повысила свою квалификацию, можно сказать. И просто у меня сегодня чудесное настроение. И буду с вами этим делиться. Хорошо, спасибо на этом. Всех приглашаем к экранам. Никуда не переключайтесь. ДИДЖЕЙ УРАН Не пропустите! Я готова пригласить в нашу студию героиню того видео, которое только что на ваших экранах промелькнуло. Главного вдохновителя, идейного организатора. Яночка, заходи. Яна Угарова, известнейший журналист. Главный редактор журнала «Журфикс». Человек-оркестр. Человек-поэт. Ну, в общем, про тебя можно говорить долго и хорошо. Здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, телезрители. Я говорила о том, что сегодня тема у нас открытие. А раз открытие, и ты здесь появилась, то это явно будет нечто. Это будет целый сезон. Ну, я начну с цитаты очень известного барда Олега Митяева, что лето – это маленькая жизнь. И летом можно прожить так, чтобы начать как будто какую-то жизнь, а к осени завершить и начать на уровне. Здорово. Ну, слушай, тогда четыре жизни в год – это минимум, чтобы прожить. Каждый сезон. Но лето – это особая жизнь, потому что зимой как-то, я не знаю, зима не очень связана с отрезком жизни, чтобы оно началось и закончилось. А вот лето для этого очень подходит. Ну что, у нас на носу буквально какое-то событие. Да, я вот принесла как бы вот весенний номер журфикса, да, буквально через неделю выйдет летний номер журфикса, и мы решили так немножко разнообразить нашу жизнь. И, в общем, журфикс выходит к людям. И буквально послезавтра, 19 июня, в Театре эстрады состоится первая открытая встреча журфикс-клаб. Так. То есть мы будем встречаться с героями журфикса в реале. То есть будет возможность задавать им вопросы, общаться с ними, да. Ну и поскольку наши первые гости – это большие артисты, большие прямо вот с большой буквы. Вот, это Алексей Егоров-Эркен, которого все прекрасно знаете. Он как бы певец, актер, совершенно потрясающий режиссер, продюсер, там, сейчас еще директор кинотеатра. И Алена Подлужная, которая, я считаю, прославляет якутскую культуру на весь мир. И вот счастливое такое совпадение, что она оказалась в Якутске. И вот мы решили вот этих двух суперзвезд объединить в одном журфикс-клабе. И они вот 19 июня в 19 часов в Театре Страды с ними можно встретиться, поговорить, задать вопросы. Ну и, естественно, послушать. Ну и еще такой, как бы, такой вишенкой на торте будет то, что диджей Уран будет создавать атмосферу. То есть в начале, там, в середине, там, в конце он будет играть свою совершенно потрясающую музыку. Вот, я просто хочу сказать, что вот Айтал Уран, он, скажем так, новый герой журфикса. Он выйдет в июньском номере вот со своими друзьями, с которыми они сделали прекрасную мультимедийную выставку в историческом парке «Россия. Моя история». Вот, то есть как бы мы такой сделаем микс наших, скажем, таких старых, постоянных героев журфикса и новых, молодых. Ну, как хорошо. Я думаю, микс будет аппетитный. Желаю успеха заранее. Да, точно. Вот, ну и если говорить о лете, которое маленькая жизнь, планы тебя как главного редактора, как человека? Ну, вообще планов громадье, да. Вот это лето, как бы начавшееся, редкий такой сезон, когда я в Якутске. То есть, как правило, допустим, прошлым летом я была в Англии, позапрошлым летом я была в Италии. Вот, и теперь, как бы, вот такое счастье для меня, целых три месяца быть дома в Якутске. И, конечно, нельзя сидеть сложа руки, надо что-то делать. И вот помимо журфикс-клабов, что мы будем делать? Значит, в начале июля будет бизнес-конференция, которую, как бы, организуют мои друзья. И на нее приедут мои друзья из Санкт-Петербурга, в том числе приедет певица, с которой я познакомилась в Англии. Вот, и, ну, она приедет не для того, чтобы давать концерт, но я хочу ей помочь сделать маленький такой концерт в Дикой утке. Вот, это будет в начале июля. Певица совершенно потрясающая. Вот, и, как бы, вот такая уникальная возможность тоже, как бы, да. Творческий рыбак-рыбака видит издалека. Да, приедутся. Вот, в данный момент она находится в Мексике. Мы с ней так странно переписываемся. Она вчера, я сегодня. Мы никак не понимаем, в какой день мы находимся. Вот, и еще такая вещь, что в середине июля мой друг Андрей Чупиков предложил мне сделать концерт за городом. Ох, как здорово! Это прямо впечатляет. Да, и как-то вот я подумала, а почему бы нет? Вот, то есть в октябре я давала сольный концерт на сцене Саха театра. Очень хороший, как бы очень мне понравился, конечно. Вот, но это было, ну, практически уже снег лежал там, все дела. А сейчас это сделать с видом на озеро, да. Прямо красота там, такая беседка, в общем. Ну, короче, это очень красиво. Программу мы еще не продумали, но то, что это будет 11 июля, потому что, ну, все остальные даты у него заняты. Вот, 11 июля будет вот, как бы мой такой, ну, творческий вечер, наверное, проще назвать, за городом. Ох, как здорово! Скажи, пожалуйста, ну, мы поняли, что как человек творческий, ты востребована на 5 с плюсом. По любой шкале, какой ни бери, можно максимально балл взять. А как человек, у которого случилось пополнение в семействе в прошлом году, как человек, который в новом статусе уже обжился, уже такой, пообыкся? Ну, вообще, я хочу сказать, что дети – это счастье, а внуки – это втройне счастье, да. И вот, как бы я просыпаюсь с утра и думаю о том, что я увижу своего замечательного Симочку, Серафима Андреевича, как мы его с уважением называем. Он все понимает, он во всем, как бы, вот очень любознательный, очень подвижный, да. И сердце тает, вообще сердце тает. И я просто хочу еще сказать такую вещь, что этим летом ему исполнится один год. Да. То есть, естественно, это будет грандиозное событие для нашей семьи, да. То есть, у тебя это лето вообще какое-то, уже не забывает. Да, да, да. И прямо мама там, папа с папой готовят ему какой-то праздник там. Ну, я, естественно, буду в этом участвовать. Так что вот это еще одно из таких, скажем, важных событий в моей жизни и в жизни нашей семьи. Спасибо большое тебе за то, что ты при своей занятости так все-таки нас посещаешь и откликаешься на наши просьбы. Еще раз давай проанонсируем самые важные вот эти мероприятия. В общем, буквально послезавтра, 19 июня, в 19 часов в Театре Эстрады будет первая открытая встреча «Журфикс Клаб», в которой гостями выступят Алексей Егоров-Иркен, Алена Подлужная и специальный гость, диджей Айта Уран. Вот. Потом предварительно 4 июля будет концерт Эльмиры Теркуловой, певицы из Санкт-Петербурга, которая поет на разных языках. Вот. И 11 июля будет мой творческий вечер. Как за городом. Ну, как бы, да, следите за рекламой, потому что пока я, как бы, насчет во сколько там, это все будет сообщено. А реклама где она, вот где узнать билеты, где приобретать? В Инстаграме, наверное, все пишется. Вот, вот насчет мероприятий, которые будут послезавтра, на афише и КТРУ можно, как бы, посмотреть там, где чего, да. Вот, как вы видите, афишу тут показывают на экране, да. То есть, естественно, во всех социальных сетях. А, и, по-моему, в кинотеатре центральном можно приобретать. Спасибо большое. Ну что, мы мысленно с тобой, сердцем тоже, и надеюсь, что физически получится тоже присутствовать и наслаждаться. Спасибо большое. Да, спасибо. Приглашаю вас, девочки. Спасибо. Ну, а у нас впереди излюбленная наша рубрика. Это рецепты красоты. На сей раз рецептами красоты своей поделилась артистка балета Ксения Лукина. И это очень интересно. Добрый день. Меня зовут Ксения Лукина. Я работаю в балете уже 10 лет. И у каждой балерины есть свои бьюти-секреты, которые помогают сохранить молодость и здоровье лица. Сегодня я с радостью бы хотела поделиться с вами своими рецептами красоты. Это омолаживающая маска и очищающий скраб на основе сметаны. Начнем, пожалуй, с маски. Для этого нам понадобится 1 желток, 5 грамм меда, половинка банана и 20 грамм жирной сметаны. И я думаю, у каждой хозяйки найдутся такие продукты. Большую часть ингредиентов я уже подготовила. Осталось только натереть банан. Чем мы сейчас и займемся. Такая маска разгладит мелкие морщины, успокоит, лицо будет сиять свежестью, молодостью. Такую маску я делаю один раз в неделю, накладываю на 10 или 15 минут и смываю теплой водой. С бананом мы справились. Теперь надо его смешать с желтком и с медом. Сейчас мы добавляем наш главный ингредиент. Это жирная сметана, которая увлажнит нашу кожу. Эта маска подходит для сухой кожи, она разглаживает морщины и стоит совсем недорого. А сейчас самое время приготовить наш домашний скраб. Для этого нам понадобится 20 грамм творога, 10 грамм морской соли, обязательно без отдушек и красителей, и 20 грамм жирной сметаны. Первым делом мы смешаем сметану с творогом. Творог и сметану надо хорошенько перемешать, измельчить. И последний шаг – это добавление соли. Маску и скраб нужно наносить один раз в неделю на чистое распаренное лицо. Не надо надавливать или натирать. Надо слегка массирующими движениями проводить по лицу и смыть теплой водой. Скраб и маску можно сделать легко в домашних условиях. Достаточно лишь уделить себе немного времени. Надеюсь, что эти простые бьюти-рецепты обязательно пригодятся. Хорошего вам дня! Вот видите, всего 12 минут нашего эфира, а уже как минимум 5 открытий мы с вами сделали. И ждем следующих, потому что впереди рубрика «Все дело в людях». И мы ждем нашего бизнес-тренера Алену Шкулепа. Она готова появиться в нашей студии под наши аплодисменты, потому что она тоже сегодня дебютантка. У нее свое открытие, об этом она сейчас расскажет. Во-первых, здравствуйте. Я по вам соскучилась, уже давным-давно не видела. Аналогично. Здравствуйте, дорогие друзья. Да, я пришла сегодня поделиться новостью. Ну, помните, как-то, Оль, в эфире я говорила, что у меня будет событие, о котором я обязательно скажу. Конечно, помню. А оно случилось. Я открыла свой центр. Вуаля! Да. И я вспомнила, когда вы говорили по поводу того, что где мой дом. Помните, у нас как-то эфир был, когда вам дочка говорила, мам, ты что, не дома? Я тоже села, когда мне привезли последний диван, я села и такая, я у себя. Дома. Да, и я теперь, когда муж меня спрашивает, то куда? Я говорю, я к себе поехала. От себя к себе? Итак, я назвала этот центр бизнес-психологии, потому что все-таки я больше занимаюсь бизнесом, но и психологическая история у меня тоже присутствует. Поэтому это будет место, где можно будет проводить разные тренинги с бизнес-психологическим уклоном, потому что, ну, вот не могу я как-то чисто бизнесовый, вот все время мне хочется там поглубже покопаться. И это будет такой некий консультационный центр, там есть консультационная комната, где можно будет и про бизнес поговорить, и про личные какие-то вещи поговорить. И вообще потворить что-нибудь интересное. Наконец-то у меня появился свой угол, потому что за мои более чем 9 лет карьеры я как-то все моталась, знаете, там, со всеми скрабами по разным предприятиям. Открытие когда было? Открытие было 6 июня, день рождения Александра Сергеевича Пушкина и меня. А-а-а! Да, мы вот как-то вот с гением в один день, мы даже шутили на эту тему, как-то так совпало просто, что решили сделать, знаете как, я для себя поняла, что я точно не забуду, когда, да, конечно, как же без Ани, это было нереально. Вот, приезжали разные гости, было очень весело, душевно, просто пообщались, повспоминали, слушайте, я столько интересного и нового про себя узнала. Знаете, вот первый раз в жизни, друзья мои, если вы будете такие делать вещи, делайте, это такая шикарная ярмарка тщеславия. У меня столько, слушайте, я зарядилась, я не знаю, там, на 5 лет вперед, какая я замечательная, и какая я, и мы столько всего интересного повспоминали. Были друзья мои, причем это люди, с которыми я как с клиентами работала много лет, но это уже друзья, такие важные партнеры, с которыми мы очень душевно провели время, пообщались, вкусненько поели, говорили. Так, теперь, конечно, важный вопрос, чему можно обучиться в вашей бизнес-школе, что получить? Друзья, те, кто следил весь этот год за этим эфиром, наверняка слышали про разные темы, которые мы говорили, связанные с продажей, с коммуникацией, с управлением, со всеми соединениями. Да, и часто хотелось получить продолжение. Естественно, и именно для того, чтобы получить целостное понимание этой всей истории, именно вот этот центр был создан, поэтому я, конечно, как работала с предприятиями отдельно, так я и буду продолжать с ними работать, но это будет такое место, где можно разным людям пообщаться. Вот. И плюс ко всему я обязательно осенью запущу три новых программы, которые я все лелеяла, лелеяла, и как-то вот не было возможности, потому что вся история там с арендами, со всеми вот этими вот вещами, а тут у меня есть свое место, где я могу это делать. Я хочу очень запустить три программы по переговорам. Прям вот любимая моя тема, у меня тут даже несколько кейсов очень интересных появилось. Обязательно запущу программу, которая уже, кстати, была мною сделана, и она уже даже была опробована. Это как подбирать персонал, который занимается продажами и обслуживанием клиентов. Это вот для такой, для предпринимателей, которые не имеют возможности, себе и чару нанять. И еще одна программа, которая такая моя мечта, тренинг тренеров, потому что очень хочется именно, чтобы люди получили тренерское, да, такие технологии, потому что все-таки, согласитесь, тренерство, причем есть бизнес-тренерство, есть психологическое тренерство, это проразное. Но это технология, которой нужно, на самом деле, специально обучаться, а не просто узнать что-то новое, рассказать, это немножко про другое. Вот так. Как человек далекий от бизнеса, можно сказать, да. Как от идеи до реализации, вот какие у вас, какие были мысли, как быстро вы к этому пришли, к открытию вот этого центра? Спасибо большое за вопрос. На самом деле уже осенью это вот витало в облаках, надо что-то найти, что-то сделать, потому что уже прям вот хочется. Так это достаточно быстро, по-моему. Это очень быстро, осенью и вот летом. Я вам скажу, у меня на самом деле был такой волшебный пенделе, я его так называю. У меня есть мой собственный коуч-психолог, который находится в Москве, мы когда-то вместе сотрудничали еще по Новосибирску, и я как-то вот с Катериной пообщалась, и у меня зажглась лампочка. И после того, как зажглась лампочка, прошло две недели до реализации этого проекта. Потому что когда я там в Фейсбуке выложила, что вот, наконец-то я получила ключи, она написала ничего себе. То есть это было очень быстро. И идея витала давно. Но, как вы знаете, достаточно все равно такой шаг был рисковый, много было плюсов-минусов, но здесь такой момент, ты уже решаешься и решаешься. А вот если не предприниматель, не имеющий бизнеса человека, но тоже вот... Что-то он хочет изменить свою жизнь и к лучшему, да? Вы можете ему дать как-то направление, советы? Меня что может предложить центр этому человеку? Я вас... Спасибо большое, что вы про это говорили, потому что я сейчас как раз нашла партнеров-психологов, с которыми мы хотели работать, причем тоже люди из психологической бизнес-среды в какой-то степени. У меня есть постоянные клиенты психологические. Просто я никогда об этом громко не заявляла и не говорила, как-то вот оно там тихонечко для себя шло, потому что еще одна вещь, кстати, как раз на открытии про это говорили. Мне очень нравится системная семейная психотерапия. Вот мне очень нравится эта штука, потому что это про систему и так далее. И меня спросили, а как это с бизнесом? Говорю, да великолепно. Фундамент всего. Там система. Это фундамент. Да, там система. Поэтому для людей, которые к бизнесу не имеют никакого отношения, можно будет иметь возможность пообщаться, поконсультироваться, что-то поотрабатывать, поделать именно с точки зрения системных вещей и семейных в том числе. Но это такая отдельная тема. И уже работает. Могут приходить. Честно, у меня центр начал работать как раз не с тренингов, потому что сейчас как-то лето. Летом люди не очень любят учиться, сама по себе знаю прекрасно. А вот консультироваться как раз ходят. И вот моя работа как раз началась с консультации. Вы говорили в самом начале нашей беседы, что не только о бизнесе, но еще и о чем-то другом. Я так понимаю, что говорить только о деньгах и класть в основу всего деньги, это не ваш метод, да? Нет, абсолютно. Почему же тогда? Вот буквально вчера тоже была на таком вот собрании молодых предпринимателей, как раз мы про это говорили. Меня спросили, они просто представляли свои проекты, меня спросили, какой проект понравился больше всего. И как ни крути, проекты нравятся те, которые ценностные вещи несут. Да, это вот стандартно, миллион раз про это говорили, для чего вы бизнес себе решили сделать. Деньги, почему бизнесменам очень важны деньги? Не потому что, да, это же не Скрудж Магда, который сказал, потому что это просто цифровой показатель эффективности, деятельности. Все, ни больше, ни меньше. То есть человек может даже привычек не менять. Ну вот смотрите, вообще, да, гуляет такая теория, что бизнес ради бизнеса, то есть ради денег, то он рано или поздно перестает стимулировать. Да. Это и есть такое, да? Да. Ну смотрите, вот даже есть бизнесмены, которые действительно зарабатывают деньги, но у них же вопрос не зарабатывания деньги, потому что это азарт. Не деньги ради денег. Азарт проверить себя через это. У меня был такой руководитель, который реально очень выглядел совершенно, как не человек, у которого были деньги, он совершенно обратное впечатление производил, но у него прям вот до спортивного интереса, вот он заключил контракт, и ему круто от этого. Другой вопрос, куда потом это все дальше, вот этот поток идет. И я вам хочу сказать на его же примере, у него этот поток складывался в накопительство, и вот он очень осторожничал, и бизнес-то развалился. Да. То есть накопительство не может хорошим фундаментом, в общем-то. Деньги должны работать. Движение. А, движение. Движение, деньги должны работать. Тут вопрос, куда они работают, тут уже каждый для себя сам принимает решение. Знаете, когда, например, начинают говорить про успех, про бизнес, про бизнес, вчера вот это слово, постоянно звучало масштабирование, масштабирование, я говорю, слушайте, ну я не хочу масштабироваться, например. Вот мне хорошо, комфортно в той среде, которая для себя создала. Что тогда, что в этом случае? Это же застой, говорят. Да почему застой-то? Слушайте, ну можно же развиваться вертикально, а можно вширь. Ну почему, вот, как девушка вчера, которая занимается как раз ногтевым бизнесом, она говорит, ей все время говорят, открывай свой салон. Она говорит, я не хочу его открывать. Мне нравится делать то, что мне нравится делать. Почему, ну вот, это же другие роли абсолютно. Ну да. Поэтому вот здесь, мне кажется, для себя, если мы про бизнес говорим, ответить, для чего? Да. Самое главное, для чего? И вчера мы тоже про это говорили, есть история Стива Джобса, есть история Майкрософт. Те крутые, те крутые, те ценностные, те ценностные. Только у одних цель стояла помочь всем, у другого цель стояла создать некий уникальный продукт. Вообще, болеть процессом, болеть именно этим, болеть своим творчеством, только тогда, видимо, получается. Потому что я сама прошла через это. Мы открывали аутсорсинговую компанию грузчиков, все шло очень хорошо. За три месяца у меня было уже восемь контрагентов и так далее. Как бы вначале это все было как игра, как какой-то этот процесс шел. И я понимала, что это я делаю только ради того, чтобы получить, заработать. Зарабатывать я начала, начала видеть какие-то суммы, которые я до этого никогда не видела. Все это продолжалось год после года, но мне этот процесс не нравился. Это не мое, это не мое творчество, я не творила. Это просто было для зарабатывания. А что же тебе нравилось? Только деньги? Только эти деньги, но эти деньги, оказывается, абсолютно не являются стимулом для того, чтобы продолжать этот процесс. Я взяла и просто распрощалась и абсолютно не жалею. Вот ты знаешь, а многие не могут, и как гири пудовые потом на ногах болтаются и бросить жалко. Вот это сложный момент. И продолжать невозможно. И, кстати, по поводу, почему назвала бизнес психологией, потому что все-таки это про дело и про психологию. И все равно, как ни крути, все жизненные циклы, жизненные кризисы, становление, личностный рост человека влияет на бизнес в любом случае. Мы смеялись тогда, когда училась в Матоне в Питере, мне спросили, какую тему хотите на семинар про бизнес и про психологию. Слушайте, влияние кризиса среднего возраста на крах компании. Ну, потому что, ну, правда, это все взаимоувязанные вещи. Конечно, это все взаимоувязанные. Абсолютно. Вот так. Ну что, о бизнесе-то можно много-много говорить. Но давайте еще раз вернемся уже к вам. Вы-то не считаете, что ваш бизнес для зарабатывания денег же ни в коем случае? Нет, не считаю. Но это очень хороший способ заработать денег. Ах, как хорошо. Ну, по Алене-то сразу видно, что человек болеет своим процессом. Что она прямо вот в творчестве творит мне продолжает. А, я понимаю, что хотела сказать. Что вот многие ругают, говорят, вот, ты работаешь на дядю, работай на себя. Но те, кто такие добрые советы дают, почему-то забывают об обратной стороне медали. Когда ты работаешь на дядю, ты спокоен. У тебя, тебе все обеспечено, в том числе заработная плата. От тебя требуется только применение твоих навыков и знаний. А вот когда ты сам себе хозяин, у тебя вообще голова вот так болеть, начиная за все. Знаете, как называется? Ответственность свободы. Я вот такую фразу слышала, да, что вот это вот начинается ответственность за собственную свободу. И когда я недавно в Фейсбуке читала, одна девушка там написала, ура, наконец-то я вышла на волю, теперь я буду жить так, как хочу, я буду зарабатывать так, как хочу. Да, конечно. Теперь ты будешь зависеть вообще от всего. Я так улыбнулась про себя, говорю, давайте через год это обсудим, потому что я сама буду выбирать. Ну, конечно, мы сами выбираем. Вот это иллюзия свободы. Это иллюзия. Вот это иллюзия. Это иллюзия свободы. Абсолютно вот против того, что вы говорили, работать на чужого дядю. Нет, ты работаешь в системе. Нет, ты все равно на себя работаешь. Абсолютно не работаешь, никогда, нигде не работаешь на чужого дядю. Если даже, если ты себе сказал, что ты на чужого дядю работаешь, и даже себе создашь бизнес, то ты все равно будешь на чужого дядю работать. Конечно. Вот внутренняя свобода, она и предполагает, что ты все равно самореализовываешься. То есть ты всегда в системе, ты из системы не можешь выйти, если даже ты создаешь себе вид. А зачем из нее выходить, чтобы быть подверженным всем ветрам и упасть от первой же пули? Поэтому невозможно вот... Девочки прямо такие крутые. Слушайте, это вопрос про, на самом деле, это вопрос действительно про личную свободу, и это вопрос про ответ для себя, потому что я тоже прочитала книжку замечательную, где как раз про это говорится, с чего вы решили, что вы на чужого дядю работаете? Вот именно. Тут вопрос про самореализацию. Вы же учились? Вы же учились когда-то? Вы знаете, я вам хочу сказать, для меня толчком выхода на волю было не вот этой иллюзией. Я знала, что будет вообще сложно, поэтому я решалась долго. А толчком для меня было то, что компания, в которой я работала, она мне просто вот начала обрезать вот те возможности, которые для меня были важны. То есть я перестала реализовываться. И только это, и не более того. Если бы я дальше продолжала, у меня глаз горел просто, когда вот это все было там, когда ты в драйве в этом. У меня даже мысли не было, что я в принципе могу оттуда уйти. Но когда начала меняться система, ну, тут ты либо смиряешься, а мне как не очень хотелось смиряться, либо ты ищешь другие варианты. Вот. Вот это вот очень-очень правдивая такая формулировка. Когда ты работаешь, ты самореализовываешься. Ты открываешь новые таланты, прокачиваешь какие-то свои ресурсы и так далее. Если этого не происходит, вот тогда, возможно, ты будешь думать о том, а не пустится ли мне в самостоятельное плавание. Абсолютно согласна. Вот более 11 лет, получается, в университете. Никогда у меня в голову не приходилось, что я работаю либо на чужого дядю, либо на чужого тетю в данное время. Ты работаешь на свою страну в таком случае, если ты в университете. Абсолютно. Я там просто плаваю. Я же говорю, я домой пошла и иду к себе. Какие вы счастливые девочки. Я в общем больница работаю. Да, да, да. Ну что, Алёнушка, с вас слово с нашим телезрителем. Дорогие друзья, я вас приглашаю к себе. Нахожусь я на Чайковского. В Тугизии я есть. Можете мне позвонить. Просто пообщаться. У меня, кстати, классная кофеварка есть. Приходите. И если вы хотите что-то узнать, что-то поинтересоваться, что-то прокачать, я вам с радостью поделюсь всем своим опытом, всеми своими знаниями. И буду вообще просто рада с вами познакомиться. Приходите. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Ну а мы удаляемся совсем ненадолго. Будьте с нами, потому что у нас всего лишь 2 минуты будет длиться реклама, а после мы вернемся. Мы вернулись в студию и к важной информации. Ваш ребенок любит творчество и скучает дома. Арт-школа Юниум с июня по август открыл интенсив для детей от 6 до 12 лет. Занятия всегда проходят весело, интересно. Продолжительность курса 3 недели. Вы имеете возможность записаться на 3, на все 3, на 2 или даже на 1 неделю. По промокоду НВК запишитесь на курсы с 10% скидкой. Проведите лето с творчеством вместе с арт-школой Юнион. Ну и если вы внимательны, то вы заметили, что у нас гости меняют друг друга очень быстро. Уже в студии появилась у нас Марина Пронтеева. Это владелец ресторанного холдинга. Это автор женского онлайн-курса «Мечтай и действуй». Здравствуйте. Здравствуйте. Ресторанный холдинг, это звучит вообще аппетитно. А что вы сами любите готовить? Или есть? И разное ли это блюдо? Я люблю больше есть. И следить за теми, чтобы наши повара для вас, для наших гостей готовили очень вкусные блюда. Получается, 8 лет назад я ушла в свободное плавание. Для этого я была юристом, училась в Санкт-Петербурге, приехала, поработала. И 8 лет назад мы с мужем открыли первую доставку в городе «Ям-Ям». Получается, даже семейный бизнес. Да, это «Ям-Ям». Это вы. Как приятно. Потом открывали ресторан «Будда». Наверное, все помнят. Помним. Да. Потом открыли ресторан «Алоха». Сейчас он работает в Палладиуме, второй этаж. И лофтбар «Чердак». Это тот, который на Петра Алексеева. Там танцевальное, очень веселое место. И недавно запустили еще доставку «Правильное питание» с Леной Багардыновой. «Гринфуд» называется. И вот я недавно, буквально в мае, запустила онлайн-курс для женщин «Мечта и действия» называется. А почему вы решили запустить вот этот курс? Да, там история была долгая. Получается, когда у меня родился первый ребенок, это 4 года назад было, у меня уже было два проекта. И один открывался новый, «Алоха» открывали только. И я просто перестала все успевать. Я реально, ну ребенок, да, представляете, еще два проекта, куча работников и еще новое. Я просто плакала, не знала, что делать. У меня просто паника. Я думала, я ужасная мама, что я ухожу на работу, что я дома ничего не успеваю. И вот тогда я начала учиться, онлайн-курсы по тайм-менеджменту. И мне это так понравилось, что я до сих пор, вот уже 4 года безостановочно учусь везде. Ух ты! Вот, да. Моя любимая тема, конечно, тайм-менеджмент, бизнес. Я еще люблю очень мечтать, и у меня мечты сбываются каким-то необыкновенным образом. И вот когда я начала искать в прошлом году свои предназначения, это когда думаешь, как можно принести пользу людям, как еще можно помочь, не только же деньгами. И вот тогда вот пошло-поехало маленькими шажочками. Потом я вот съездила на Бали на бизнес-ретрит, там познакомилась с девушками из онлайн-сферы, которые именно обучают. И они вот на российском уровне, прям такие крутые девочки. И вот с ними познакомилась, и как-то прям вдохновение пришло. И вот ее взяла коучем одну, которая самая крутая школа по России, и она у меня сейчас является коучем. Она меня обучает сегодня, к ней встреча онлайн. И вот так-так, и я хотела рассказывать людям, чтобы, ну, женщинам, да, получается. Вот очень много женщин, мамочек, не знают, чего хотят на самом деле, да? Да, бывает. Да, куда идти, что делать, как все успевать. Поэтому я решила такой микс сделать, где мы будем говорить о том, чего они хотят, да, чтобы вот они знали, куда идти, и маленькими шажочками шли. Мы будем учиться планировать пять лет, один год, месяц, неделю и день. Я уже так делаю, каждый день у меня запланирован, и при этом у женщин очень другое планирование от мужчин. У нас очень много разных сфер получается. Дети, красота, бизнес, обучение, да, куча всего. И получается, чтобы успевать во всех сферах, и никакая сфера не страдала, ну, нужно планировать, уметь, и оно должно быть гибкое. Прямо в названии вот мечтай и действуешь, да? Да, и вот когда мы говорим о тайм-менеджменте, всегда в первую очередь приходит такой регламент строгий. Рационализаторство. Там четко, да, рационализаторство. И тут мечтай. Да. Как вот это вот обещать, в чем секрет, основной секрет? Да. Или здесь это не раскрывается? Раскрывается. Просто я изучала эту тему тайм-менеджмента с разных, разных, вот всех, Глеб Архангель, всех-всех изучала, и выявила, что женский и мужской совсем разные. Есть планирование, когда прям вот жесткий график, 11.05 собеседия начинается, в 11.15 заканчивается, и вот так вот, да, вот этот тайм-менеджмент называется. И тут, если ты так работаешь, живешь, все, ты быстро устаешь. Потом у тебя ребенок заболел, все слетело. Вообще ужас, да? Или там, ну, женщина. Мало ли что. Что-то такое. А вот я поняла, что планирование, когда оно основано на твоей огромной мечте, которую ты хочешь добиться, там, через сколько-то лет. Стимулирует. Да, и ты прям, внутренняя мотивация появляется, и тебе не лень вставать пораньше, там, хотя бы на часок, да. И реально я вот, когда у меня мечта, я к нему иду, и каждый день что-то делаю, я встаю вот так вот прям, бегу, получается, каждое утро. А когда у меня нет такой мотивации, да, бывает так, что все мечты исполнились, а новую я не придумала, да, тогда немножко так, да. И тут ты начинаешь самой с собой работать и придумывать, что я хочу, ради чего я должна. Я так понимаю, что исполнение мечты, это вплотную увязано с тем, что вы хорошо и правильно составляете планы. План – исполнение, мечта – исполнение. Да, просто мечтать и лежать можно всю жизнь, да. А когда вот ты мечтаешь и что-то делаешь, реально вселенная как будто тебе помогает. Появляются нужные люди, нужные встречи, прям вот так вот. Все складывается. А мечты, блядь, а мечты вот так вот подразделяются? Возможные и невозможные? Или все возможно? Нет, все возможно, все. В процессе ты перестаешь о невозможном думать, видимо, совсем. Да, если к человеку в голову пришла мечта, она, значит, уже существует только в голове. Ей надо дать выйти, и все. Нам не приходят мечты, которые невозможные. Мы же все равно у нас своя жизнь, свои обстоятельства, и мы не можем придумать там какое-то... Или как это говорят, если в другой стороне мира кто-то это сделал, значит, могу и я. Могу и я. Ну, исключение, конечно, есть. Я хотела спросить, обязательно ли... Это как монах, который вылетел из своего физического тела, а астральное тело гуляет 50 лет? Ты об этом, Оля. Не все далай-ламы, да? Скажите, пожалуйста, мечта, она должна... Откройте нам секрет. Она обязана или не обязана быть высоконаправленной? Или она может быть сугубо материальной? Или вот грандиозной? Что вы хотите. Прямо вот то, что вы представляете, сидите и закрываете глаза, и то, что прям вот ваше сердечко бьется. Это может быть Поршка и что угодно, это может быть то, что вы помогаете всем, да, или это может быть... То, что вас прям вот так вот прям вдохновляет, и ваше сердечко бьется, это абсолютно что угодно может быть. Это реально тогда может быть то, что я хочу покинуть свою физическую идею. Да, может быть. Ты можешь достичь стадии просветления, когда это случится. Не забудь только нам потом сказать. Или в Инстаграм выложить. А то не было ничего. Скажи, пожалуйста, в твоей, получается, планировании, если ты запланировала на год, ну, то есть понятно, что с таким вот опытом ты уже распланировала все. Что? Планы меняются или не меняются? Конечно, меняются. Это нормально. Это жизнь. Тут может что-то случиться. А мечта может поменяться? Конечно, мы же женщины. Сегодня это хотим, завтра другое. И не надо себя насиловать. Жизнь такая штука, что меняется, обстоятельства меняются. Что-то может пойти не так. Сегодня, например, встреча какая-то, а человек заболел. Ну, из-за этого как переживать-то? А вот кто пришел к тому, чтобы именно открывать ресторанный бизнес? А ресторанный, да. Муж или вы? Мы вдвоем, получается, мы в Питере учились 5 лет на юриста, потом оставались жить, работали юристами. А он у меня 17 лет сам себя содержит. Ну, в общем, да, он у меня очень самостоятельный. И когда он учился, он работал сушистым поваром в ресторанах в Питере. Он же сам знал. Да, и он вообще очень ответственный, очень умный и очень быстро добился успехов, получается. И он очень хорошо умел. А потом я приехала в Якутск, у меня отпуск был, и я увидела, что нет тут вкусных суши. Я такая говорю, а почему бы нам не поехать домой и там не открыть? Тут тогда не было ни одной доставки, ни особо ресторанов даже особо не было. И там, где я ела, невкусно было. А он прям... Муж, потому что. Мне вот интересно, вот вы сказали, у вас двое детей, да? Да, двое детей. А вот по отношению к детям вы используете вот этот тайм-менеджмент и так далее? Ну, тайм нет, но мечты, да. Старшему ребенку 4 года, да? 4 года, да. Вы учите его мечтать или что? Да, он у меня даже не умеет писать, но он рисует то, о чем мечтает, например. Он все время... Я его пытаюсь, чтобы у него не было ограничений вообще. То, что он захотел, ты получишь. Только не сразу вот так требует, да? А он у меня любит путешествовать вообще. Ну, все время, говорит, поехали в Америку, на море. Вот такой вот. И я говорю, вот захочешь, значит, поедем не сразу, а будут обстоятельства, поедем. И я вот так его учу пока. То есть, а по этапности он будет иметь представление уже в таком нежном возрасте? Да, да, да. Ну, и про бизнес потом расскажу, когда время придет. Вы вообще хотите, чтобы он свой что-то открыл? Ну, не знаю, пусть сам решает. Да, просто не все люди хотят бизнес открывать. Я уже это поняла со временем, да? Потому что я провожу сейчас еще бизнес-семинары для начинающих. Вот. И я понимаю, что не все хотят бизнес, не все готовы к этому. Кому-то... Да, бизнес — это стресс. Кому-то интересна наука. Да, да, у меня подруга есть, которая интересна наука на самом деле. Мне интересна наука. Мне тоже интересна наука. Да. И не надо это всем совать. Если ему захочется творчеством заниматься или что-то людям больше помогать, пусть занимается этим, пусть сам решает. А мне вот интересно, да. Вы когда начинали свой бизнес, у вас стартовый капитал был какой-то? Нет, у нас не было, и мы взяли на имя мамы кредит, мы потом сами оплачивали. Вот это да. А бизнес-план тщательно был проработан или в общих чертах? В общих чертах. Я с детства люблю списки, как бы, в общем, планирование, да? Да, да, да. И трудности, наверное, все равно были. Конечно, были. Конечно, были. Мы пытались в первый раз открыть в Питере. Открыть такие коробочки с фруктами нарезанными. А, правильно. Да, и никто в Питере не понял тогда, а сейчас вот я недавно ездила, мне работники подарили билеты в Питер на день рождения, я съездила еще раз. Хорошо. Да, и... Это тоже была мечта, которая исполнилась? Да, да, быстро, так спокойно. Вот, и я съездила, увидела, что весь город в этих фруктах, а 8 лет назад, когда мы ходили по всем кинотеатрам, театрам предлагали, все отказывались. А вот вы, когда начали, вот, открыли свое дело, да, чтобы руководить, выходили на всякие курсы, вот, чтобы людьми такими... А, нет, это уже в процессе. В процессе. Да, уже в процессе. В начале вообще времени нет даже учиться, если честно. В штате у вас, наверное, очень много людей. Сейчас много. Раньше было, конечно, начинали мы... Я была диспетчером, муж-поваром, брат сушистом, и у нас курьер был, а потом пошло поедем. Ваши курсы «Мечта и действия» они уже открыты, или... Да, запись идет, начало 15 июля. Можно в мой инстаграм подписаться, и там ссылка есть на запись. Да, на экране мы видим. И сколько примерно длится это? Это два месяца длится онлайн. Раз в неделю будет приходить урок, 20-30 минут и домашние задания. И дается одна неделя. Вы лично сами даете? Да, 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 конечно. Кроме... Кто-нибудь, кроме вас, еще будет? Нет, там будут просто дополнительные подарочки. Это карта предназначения от Киселева Александры. Я с ней очень дружу. Потом дополнительный вебинар будет от психолога. Вот такие. А так вот я буду вести, про это все рассказывать. Очень круто. И потом это будет уже каждые два месяца или какие-то... Да, да, наверное, каждые два месяца. И там могут участвовать люди вообще любого ранга. То есть от личных мечт, как говорится, до каких-нибудь директоров организации. Да, конечно. Кому это нужно? Кто хочет, понять, чего он хочет. И без отрыва от дома самое главное. Да, дома сидишь. Получается, с ребенком сидишь, кормишь и смотришь. Да, да, как я и делала, да. Это очень нужно мамочкам в декрете, потому что, ну, они тогда начинают себя искать, в реальное время какое-то есть, и начинаешь себя искать. И когда становишься мамочкой, у тебя очень вдохновение появляется, и мы начинаем реально больше успевать, чем и для того... Курсы, получается, только женские. Да, только женские. А, дискриминация. У вас 20 секунд для того, чтобы сказать что-то, доброе слово нашим телезрителям. Дорогие девушки, приходите на мой онлайн-семинар, не семинар, а курс «Мечта и действия». Мы вместе научимся мечтать правильно, планировать ваши 5 лет, 1 год, месяц, неделю, день, чтобы вы каждый день маленькими своими шажочками шли к большой мечте, чтобы все девочки начали жить в жизни своей мечты. Спасибо большое. Потому что вы подарили нам буквально, вот открыли дверь в мечту, на самом деле. Да, да. Потому что даже из нашей беседы уже можно сделать хорошие выводы. Не переключайтесь, у нас еще есть открытие. Нефига. Арт-школа «Юнион» с июня по август открыла интенсив для детей от 6 до 12 лет. Занятия всегда проходят интересно и весело. Продолжительность курса 3 недели. Вы имеете возможность записаться на все 3, на 2 или даже на 1 неделю. По промокоду НВК запишитесь на курсы с 10% скидкой. Проведите лето с творчеством вместе с арт-школой «Юнион». Ну, а я рада представить очередного гостя. Заходите. Это Влада Тимофеева. Это куратор выставки «В моем саду». Что за выставка? Где эта выставка? Здравствуйте. У нас сегодня прям конвейер гостей. Сегодня сплошное открытие, хочу я сказать. И ваша выставка открылась когда? 7 июня Национально-художественный музей в выставочном зале Топакирова 12 в здании Кондракмет открыл необычную яркую выставку в «Моем саду». А посвящена она русскому импрессионизму. Импрессионизму? Да, обязательно приходите. Значит, авторы четыре московские художницы, которые как бы генетически продолжают вот этот стиль, направление импрессионизма. Почему генетически? Ну, одна из них является дочерью, не дочерью, а внучкой известного художника Осьмёркина, Виктория Осьмёркина, которая входила в объединение художников «Бубновый валет» рубежа 19-20 веков. Ну, и сами художницы-москвички, а московская школа живописи, она всегда была известна особым восприятием цвета. И кто знает, может быть, живопись Коровина, Грабаря, советские такие художники, как Пластов. Вот это всё, что связано с московской школой живописи и с русским импрессионизмом. Так, а вот чем отличается, почему мы так выделяем прямо русский импрессионизм от, допустим, того же, да, ну, французского? Ну, импрессионизм возникает... То, что он не у нас зародился, не нами продолжил. Да, возникает на Франции в 70-е годы 19 века. Ну, и переводится как «впечатление». То есть художник должен был изобразить очень живо, очень эмоционально вот общее впечатление от натуры. В данном случае в моём саду это натура из... Да, да, это натура, это прежде всего тема цветов, различных сортов, форм, топионы, сирень, также пейзажные композиции, это летние сады, водоёмы, тема дачи. Вот, и поэтому эта выставка специально была подготовлена к летнему сезону, как бы, когда актуальна, да, тема цветов, прохлады садов, и она как раз располагает к семейному отдыху. То есть хорошо прийти, и это будет интересно и детям, и людям разных возрастов. Да, и не скучно тем, кто не очень хорошо относится к живописи всех сортов, да. Да, да, да. А даже можно, наверное, почерпнуть какие-то идеи для своего сада. Такое же тоже, да, интерьерные какие-то. Да, абсолютно точно. Дело в том, что 18 июня, завтра, мы приглашаем всех на фоне этой выставки послушать лекцию от флориста музея Терентьевой Раисы Дмитриевны, которая расскажет секреты зимнего сада, а также о фитогороскопе, фитогорисуе. И вообще она мастер ухода за цветами. Вот кто был в нашем музее, наверное, замечали, у нас зимний сад замечательный. Вот, поэтому приглашаем 18 июня в 15 часов. Фитогороскоп — это очень интересно. Да, мне вот интересно фитодизайн. Фитодизайн. Как вы связали свою жизнь с таким возвышенным делом, как искусство? Ну, во-первых, я всегда хотела рисовать. Я первое образование, у меня художник, я художественное училище закончила. А в дальнейшем решила поступать в Петербург, институт имени Репина, ныне Академия художества. Так получилось, что не прошла по баллам и поступила в Институт Герцена на факультет изобразительного искусства. А там мощное именно искусствоведение. Дело в том, что наши занятия проходили прямо в Эрмитаже и в Русском музее лекции. И вы втянулись. Конечно, это не могло пройти как бы даром. И вот я приехала уже таким готовым искусствоведом, потом защитила диссертацию. Ну, естественно, вся моя жизнь все равно связана с художниками, с искусством. Ну, это, наверное, как у многих с детства идет такой интерес. Конечно. Научиться рисовать – это сложно. И вообще нужно ли иметь к этому внутреннее предрасположение или можно его воспитать? Я думаю, все равно желание как бы определяет. Желание ребенка, желание человека. А научиться рисовать можно. Дело в том, что мы проводим очень часто мастер-классы. У нас есть профессиональные художники в музее, которые проводят мастер-классы по гравюре. А вот на этой выставке недавно мы мастер-класс провели по изготовлению подобных реалистичных цветов из фоамирана. Очень интересно. А что такое фоамиран? Фоамиран – это такой современный материал, очень гибкий, отличающийся эластичностью. И можно создавать прямо настоящие пионы, розы, даже наши якутские подсвежники. Глядишь, и саранки научитесь делать. Сейчас, знаете, идет такой спор между, не сказать молодым поколениям, но вообще, да, зачем, допустим, нужно понимать, созерцать, созидать искусство, художественное тоже. Если его нельзя потреблять, зачем оно нужно? Вот такой бывает даже вопрос. Ваше какое мнение? Вот зачем человеку посещать те же музеи? Зачем нужна эта красота, если она неприменима, неприложима к практике? Ну, это очень сложный вопрос, такой мировоззренческого гарантия. Я бы хотела немножко рассказать о художницах. Это уникальные женщины, которые воспринимают наш мир, нашу действительность, как некий Эдем, некий сад. А мы совсем разучились удивляться и восхищаться обычными явлениями природы, например, цветком. Что такое цветок? Это же чудо, его композиция, его структура, его цвет. Неповторимое причем чудо. Да. А мы живем в городе, да многие из нас, да, в урбанистической среде, да. И вот как раз вот эта выставка, она как бы прославляет красоту нашего мира. Она позволяет окунуться как бы к истокам, откуда мы все вышли. И летом, мне кажется, будет замечательно как раз посетить эту выставку, как бы еще раз через себя, через живопись пропустить вот это чувство, ощущение радости жизни, бытия. Как мир прекрасен, да. Прочувствовать цвет, цвет мира. Да, да. И вот как раз вот эта импрессионистическая манера, она очень эмоциональная, да, такие мазки очень фактурные, она прекрасно вот позволяет человеку еще раз, как бы может быть по другим углам увидеть этот мир. Мне вообще очень нравится, что и художественная часть, да, и искусство, это все позволяет нам стать богаче, не прилагая никаких усилий, не тратя денег на это. Но мы делаемся богаче. Вот как вы думаете, вы могли бы прожить без своего искусствоведения, и как бы чисто материалистически? Ну, мне кажется, мир был бы намного богаче, как бы беднее, если бы не было бы искусства, да. А вообще культура, если брать широко, это вообще само человечество. Это природа человека. Природа человека, она так определена, что мы создаем культуру. А искусство – это вершина этой культуры. Может быть, поэтому так стремятся в современном мире заменить культуру, искусство, вот какими-то низкобробными, не знаю, вещами, называя это произведениями искусства. Допустим, как вы относитесь к современным выставкам, которые, ну, может быть, таковыми и не являются, на мой взгляд, точно не являются. Вообще, на самом деле, самое низменное из низменного берется, да. Современное искусство – это тоже сложное явление. И одной из линеек нашей деятельности в музее является современное искусство. Мы биеннале проводим каждые два года. Скоро откроем выставку вот такого экспериментального, да, искусства. Но вот если говорить о потребительском взгляде, да, на искусство, это прежде всего, вот, ну, я бы даже сказала, сувенирная такая продукция, то есть где, ну, коммерциализация, когда видят в предмете… Потенциал для денег. …искусство, да, прежде всего, да, монетизацию. На самом деле, вот, кстати, я послушала предыдущих, да, гостей студии, действительно очень интересные мысли, ведь деньги – это абсолютно не все, это только средство какое-то, да, а искусство, оно как раз… является, наверное, целью и целью жизни нашей, потому что иначе наша жизнь будет, ну, ну, что такое, ну, проснулись, поели, оделись, ушли, да, то есть мы теряем смысл. Не смысл, да, смысл в жизни. Ну, как мы, как говорят, насколько духовно богат, настолько и материальное благо пребывает. Да. Не всегда. Всегда, Оля, всегда. Всегда. Да, я рада, что это так. Ну, вообще, приятно, когда увязывают, то есть одно без другого. Говорили раньше, что одно только без другого бывает. То есть если ты богат, одухотворен и нравственно, там, чистоплотен и все такое, ты всегда будешь беден. Современная жизнь показывает совершенно иные реалии. То есть человек абсолютно благородный, прекрасный и с самыми лучшими побуждениями и действиями своими, он и зарабатывает хорошо, как правило. Человек, который разбирается в искусстве, мы что говорили когда-то в каком-то эфире, что на самом деле открывает для себя завесу тайны Вселенной. То есть искусство передает на самом деле то, что скрыто в тонком мире, который мы не видим. Класс, но вот приходят люди-проводники, такие люди, как великие художники, поэты, писатели. То есть все передается через искусство. Да, и часто у картины нас задерживает не то, что на ней изображено, а то чувство, которое вложил художник в свое произведение. Вот вам кто больше всего нравится? Какие? Или вам трудно выбрать? Мне очень сложно выбрать, но импрессионистов я очень люблю. Вот за их открытость, эмоциональность и вот этот позитивный, такой очень мажорный взгляд, светлый взгляд на этот мир. А хотя мне нравится все. Мне очень, например, все спорят, что такое черный квадрат Малевича. Я всегда защищаю черный квадрат Малевича, потому что, понимаете, он поставил как бы точку в изображении. Он считал, что изобразительное искусство, оно не должно изображать, а живопись, это как музыка. То есть там ритм, там цвет, да, должны. То есть это, на самом деле, от импрессионизма к постимпрессионизму, к авангарду, вот это все к абстракции пришло. Спасибо вам большое. Можно бесконечно рассуждать и говорить, и слушать, и смотреть. Но я надеюсь, что вы будете с нами, и наши программы, если где-то увидите в повторе, непременно оставайтесь с нами, потому что наши гости, ну, вы больше нигде таких рассуждений не увидите. Хорошего настроения. Пока.